Добрый день! В эфире сейчас в регионе. Самые актуальные и важные новости прямо сейчас в студии Олеси Кокина. В Архангельском областном суде сегодня начали оглашать приговор банде мастера. Это прозвище лидера группировки, а по паспорту Алексей Соколов. Кличку Архангел-городец получил за спортивные успехи в единоборство, говорят сотрудники прокуратуры. По версии следствия, именно он, что называется, сколотил, возглавил банду, которая занималась вымогательством, разбоем и грабежами. Сегодня участникам ОПГ начали оглашать приговор. Дверь откройте, полиция. На пол! На пол! Это видео снято полтора года назад. Именно тогда, в 2015 году, сотрудники правоохранительных органов вышли на след и задержали участников преступной группировки. У членов банды полицейские изъяли целый арсенал. Ножи, пистолеты, на вооружении были также радиостанции и автомобили. Обвиняются члены ОПГ в серии разбоев, грабежей, вымогательств, совершенных в составе преступной группы. Эпизода в десятке на скамье подсудимых шестеро человек. Это самые активные участники банды. В премиях сторон государственное обвинение настаивало на назначении всем реального наказания в виде лишения свободы. Защита требовала оправдать подсудимых. Я считаю, что государственное обвинение поддержано по данному делу обоснованно, поскольку доказательствами оно подтверждается. Вопрос о виновности либо невиновности подсудимых будет решаться судом. Максимальные сроки, которые могут получить обвиняемые от 15 до 20 лет. Окончательная дата оглашения приговора – 15 мая. К другим темам. Администрация Архангельска продолжает закреплять отношения с проверенными партнерами. Так подписано соглашение о сотрудничестве с Банком Авангард. Подписи поставлены, договор подписан. Администрация Архангельска и Банк Авангард, наконец, придали своему сотрудничеству официальный статус. Соглашение, прежде всего, нацелено на решение социально-экономических задач по развитию столицы региона. Уже сейчас Банк Авангард реализует несколько крупных проектов на территории Архангельска. Делие этого соглашения, подписанное сегодня, подразумевает уже конкретные наполнения, которые реализуются в настоящий момент. По меньшей мере, три значимых направления находятся в стадии реализации. Это, прежде всего, предоставление банковских гарантий под муниципальные контракты. Это проект «Школьное питание» и проект «Транспортная карта». Руководство Банка подчеркивает, что эти проекты носят скорее социальный характер, нежели коммерческий. Особенно выделяется программа «Школьное питание». В ней участвуют 15 городских школ. На имя родителей бесплатно заводится банковская карта, а их детям выдается специальная карта, по которой они получают обеды в школьных столах, уже без использования наличных денег. Реализацию этого проекта отдельно отметил глава Архангельска Игорь Годзиш. Банк сегодня является передовым банком в реализации этого проекта. Очень большие и серьезные наработки. Они сегодня, благодаря тому, что передовики, видят и плюсы этого проекта, и видят моменты, которые необходимо доработать, в том числе в части нормативной базы. В рамках соглашения предполагается бурная совместная деятельность по разработке перспективных инвестпроектов, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию организациям, инвестирующим в объекты городской инфраструктуры. Михаил Меньшанин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. Правительство России одобрило законопроект Министерства здравоохранения. И вот в чем суть ноу-хау, которая, впрочем, таковым не является. Создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Это позволит медицинским учреждениям быстрее обмениваться информацией, формировать общероссийские реестры и ввести статистику заболеваемости населения. Для граждан плюсы электронного документа оборота тоже налицо. Появятся электронные карты, больничные рецепты и справки. Это удобнее и снизит риск потери документов. Кроме того, идеологи законопроекта рассматривают варианты дистанционных врачебных консультаций. Документ по плану должны принять до конца этого года. Что же поживем, увидим. К другим темам. В администрации Архангельска продолжают готовить проект реконструкции проспекта Чумбарова-Лучинского. Напомним, большой ремонт единственной пешеходной улицы города будет проводиться в рамках национального проекта ЖКХ «Городская среда». Сегодня стало известно, что на местном Арбате точно изменится. Текущая планировка и разбивка газонов затронута не будет, а вот озеленение будет практически полностью переработано. Так, Чумбаровку украсят вечно зеленые хвойные кустарники. Поменяется частичное и тротуарное покрытие. Вместо старой площадки рабочие выложат крупноформатную плитку и, возможно, таракотовую брусчатку с шероховатым покрытием. Пока в плане и установка новых скамеек с литым основанием и сиденьем из термообработанной древесины. Дорогие будут, наверное, и определения подрядчиков, и проектные работы, поскольку те предложения, которые мы сейчас внесли, это как концепция, да, они носят эскизный характер. А любое вмешательство в городскую среду, оно подразумевает под собой очень серьезную проектную деятельность. Пока проект реконструкции Чумбаровки окончательно не утвержден. В него еще планируется внести изменения. 12 мая – Международный день медицинской сестры. В Архангельской области на этом поприще занято более 11 тысяч человек. Задача медсестры – помогать врачам, выполняя их назначение, и находиться рядом с больными на протяжении всего лечения. Труд медицинской сестры очень сложен и физически, и морально. Международный праздник отмечают в день рождения Флоренс Нейтингелл, одной из основательниц службы сестер милосердия. В Архангельской области подготовка специалистов со средним медицинским образованием ведется в учебных заведениях столицы Поморья, в Котласе, Няндаме и Вельске. Ежегодно около 400 свежеиспеченных молодых специалистов начинают свою карьеру в медицинских учреждениях региона. Кстати, любой желающий может поблагодарить врачей и медсестер, которые сыграли в их жизни значимую роль. На сайте Министерства здравоохранения региона запущено онлайн-голосование в номинации «Признание 2017 областного конкурса профмастерства». Подробности на сайте www.minzdrav29.ru В канун Дня семьи в Архангельске прошла традиционная церемония награждения многодетных семей Поморья. Специальный диплом «Признательность» в этом году получили 77 ячеек общества. Среди них чета карельских и трое их сыновей. Мне кажется, даже одного ребенка воспитывать намного сложнее, чем троих. В нашей семье получается так, что старший помогает младшему, может даже помочь уроки сделать, сводить его на кружок. Это помощники растут и продолжатели нашего рода. Обладатели диплома «Признательность» получили единовременное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Также награду достоились и победители конкурса «Лучшая семья Архангельской области». Выпуск продовольственных карточек для населения отложили еще на год, до середины 2018-го. Об этом сегодня сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Работать карты помощи начнут только в 2019-м. На реализацию проекта по предварительным расчетам необходимо до 300 миллиардов рублей. Но деньги в бюджете пока не нашли. Напомним, говорить о системе продовольственной помощи начали еще в 2015-м. Первые продуктовые карточки для малоимущих должны были начать выдавать в учреждениях соцзащиты уже в этом году. Воспользоваться картами смогут те, чей доход в месяц не превышает прожиточного минимума. Ежемесячно на них будут начисляться баллы, которые можно потратить на покупку продуктов питания отечественного производства, кроме алкоголя и табака. При этом баллы, не потраченные в течение месяца, сгорят. К другим темам. Правда Север объявляет ДК до активной подписки. С 11 по 21 мая подписаться на любимую газету можно по специальной цене в любом отделении почтовой связи или в отделе подписки и доставки редакции ПС. Подписной индекс издания П4182. Подробности по телефону. 8 902 703 93 03. 2017 год для старейшей газеты региона особенный, юбилейный. Своё столетие Правда Севера отметит большим праздничным вечером. Конечно, одни из самых желанных гостей торжества читателей Правда Севера. 16 мая в 18.00 в Архангельском областном драматическом театре пройдет праздничный концерт общения с коллективом газеты и ветеранами. Чаепитие в приятной компании. Участие, кстати, бесплатное. Количество мест ограничено. Предварительная регистрация до 17 часов 15 мая по телефону 20 4602. Звоните, регистрируйтесь, приходите. Это все новости к этому часу. Полная информационная картина дня в итоговом выпуске в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Продолжение следует...